Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, что такое винглеты и для чего они нужны. А также установлю одно из таких устройств, а именно крыло от компании Sander Products, в свой карбюратор. Поехали! В первую очередь давайте сначала пройдемся немножко по теории. Что же такое винглет и для чего он нужен? В русском языке аналога данного термина винглет я не встречал, поэтому с вашего позволения буду использовать именно его, ну или еще может быть имеет смысл его называть крылом. Вообще винглет это устройство, которое устанавливается внутрь системы подготовки и подачи топлива на воздушной смеси мотоцикла. И обычно представляет из себя одну или две металлические пластинки, выполненные в форме крыла. На рынке есть несколько компаний, которые выпускают устройства подобного типа. Ну в первую очередь это компания Sander Products, также компания FMF, широко известная по своим выпускным системам с продуктом Snap. Также есть компания Swirl Up, Power Now, Tornado, Intake Twister и также известная компания Boysen с их продуктом X-Wing. Как вы знаете, двигатель мотоцикла можно представить в виде некого воздушного насоса, который засасывает в себя воздух, а точнее говоря топливо на воздушную смесь, что-то там с ней делает. Поэтому скорость и объем воздуха, который поступает внутрь двигателя напрямую влияет на его производительность. Сами винглеты действуют по принципу крыла самолета или птицы, как вам будет. Основная задача этого устройства – воздушный поток, который движется по системе, превратить его из турбулентного в ламинарный. Ламинарный поток, ну, все достаточно просто. Вот вы видите сейчас на картинке разницу между турбулентным потоком и ламинарным потоком. Естественно, вполне очевидно, что ламинарный поток движется гораздо быстрее, чем турбулентный. Соответственно, быстрее проходит по системе, быстрее наполняет камеру сгорания двигателя, тем самым увеличивает производительность. Винглеты могут устанавливаться в башмак. Это, например, продукт Snap от компании FMF. Он может устанавливаться в карбюратор со стороны воздушного фильтра, как это делает X-Wing от компании Boysen. И компания Sander Products предлагает устанавливать их устройство в карбюратор, но уже со стороны двигателя. Обосновывают свое решение тем, что не хотят никаким образом вмешиваться в процесс атомизации топлива, его смешивания с воздухом. Уже готовую топливную воздушную смесь они выправляют, убирают все турбулентные завихрения и максимально быстро доставляют ее к лепестковому клапану. А там уже она попадает внутрь двигателя. Данное крыло имеет еще одну приятную и полезную особенность. Как вы знаете, в больших карбюраторах существует проблема падения скорости потока воздуха при открытии дроссельной заслонки от серединки и ниже. Дело в том, что воздушный поток проходит через достаточно узкое отверстие, которое мы открываем с помощью заслонки, и потом попадает сразу в большое пространство. И скорость воздуха из-за этого значительно падает. Горизонтальная перегородка крыла разделяет карбюратор на две части. И по факту, установив это крыло внутрь, при открытии заслонки до половинки, карбюратор будет работать как с объемом выходного отверстия в два раза меньше. Что, естественно, существенно увеличивает скорость воздушного потока. Данное крыло от компании Sander Products разбивает воздушный поток на четыре части, поэтому оно и называется Quad Flow. Убирает турбулентность из воздушного потока, а также благоприятным образом влияет на оптимизацию топлива, его смешивание. И все это наилучшим образом сказывается на отклике на ручку газа. Крыло спроектировано таким образом, что оно будет выступать немного из карбюратора, и воздушный поток будет доходить до лепесткового клапана практически в ламинарном виде. Пожалуй, хватит теории, перейдем теперь к практике, а именно к установке крыла Sander Products в карбюратор Кейхен. Для этого нам понадобится само крыло, в комплекте тут идет достаточно подробная инструкция. Все очень просто и что-то испортить крайне сложно. Также нам понадобится ножовочка по металлу, пассатижи и наждачная бумага. Сама процедура заключается в следующем. В первую очередь здесь есть такие вот выступы, один длинный, два коротеньких. Нам нужно с помощью пассатижей два задних выступа загнуть. Самый дальний мы загибаем вверх. Металл достаточно мягкий. А дальний мы загибаем вниз. Вот, получилось вот так вот. Как это выглядит. И теперь основная идея в том, что эти усики мы потом выгнем чуть-чуть обратно. Они будут упираться в стенки карбюратора и таким образом фиксировать крыло на месте. После того, как мы загнули металлические выступы, вставляем наше крыло в карбюратор и стараемся установить его максимально горизонтально. Соответственно, теперь нам нужно сделать пометочки, по которым мы будем делать пропил. Все, ниточки есть. Начинаем аккуратно пилить. Возможно, я сначала возьму чуть более тонкую пилку по металлу, для того, чтобы начать. И потом расширю и углублю отверстие уже. Продолжаю аккуратно пилить. Пилить, пилить! Значит, еще один немаловажный нюанс. Не нужно пилить очень глубоко. То есть, вот это крыло должно встать заподлицо к вот этой поверхности, но не глубже. Иначе оно может начать задевать топливную заслонку. Поэтому с этим моментом аккуратнее. Все. Значит, я пропилил. Теперь это его вставляем. Он должен вставляться достаточно плотно. Поэтому можно использовать молоточек или какой-нибудь другой твердый предмет. Обязательно не забудьте почистить карбюратор от металлической крошки, которая осталась у вас после пиления. Я буду чистить с помощью сжатого воздуха потом. Еще раз смотрим и убеждаемся в том, что крыло стоит перпендикулярно. Нижняя четвертинка, она должна вот тот колодец, через который поступает топливо, должно быть ровно посередине его. Если у вас оно в сторону ушло, можно взять плоскогубцы, его немножко подвинуть. Теперь у нас остались выступы вот здесь по краям. Их или отпилить, или обрезать с помощью кусачек. Если здесь что-нибудь торчит, можно немножко подпилить надфилем. И после того, как крыло у нас установлено, нам нужно его зафиксировать внутри карбюратора. Для этого мы те усики, которые мы загибали до этого, разгибаем обратно, чтобы они максимально плотно упирались в стенку карбюратора. Это можно сделать либо отверткой, либо использовать те же плоскогубцы. Вот, собственно, и все. На этом установка закончена. Как вы могли убедиться, в процедуре нет действительно ничего сложного. убедитесь в конце еще раз, что крыло стоит достаточно плотно, не шатаются от вибраций, что оно не выпадет. И остается только установить карбюратор обратно на мотоцикл. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Обещаю, что будет еще много видео интересных. Поэтому stay tuned.